Утро на радио «Спутник в Крыму» со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. 9.34, мы продолжаем эфир. Еще раз всем доброе утро. Сегодня понедельник, 5 июля, у микрофона Светлана Разина. Будем говорить на интересную тему. 5 июля свой праздник отмечают люди с головой, поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии. Сегодня Всемирный день трудоголиков. Я больше чем уверена, что те люди, кто слушает сегодня наш эфир с 7 утра, это как раз категория трудоголиков, которые встают рано, которые привыкли все время ощущать себя занятыми, приносить какую-то пользу обществу, быть социализированными. Ну и самое главное, не находиться в праздном безделии. Таких очень много на самом-то деле. Хоть мы и обвиняем сегодня общество в гедонизме и ленности, однако трудоголиков среди нас достаточно много. Вот что это такое? Болезнь ли это или норма поведения? Будем выяснять. В нашей студии кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии КФУ Юлия Евдокимова. Юлия Александровна, здравствуйте. Доброе утро. Давайте разбирать по косточкам трудоголиков. Кто же они такие? Раз день для них создан, значит, наверное, такое явление в мире очень даже распространенное. Люди, которых можно спокойно называть трудоголиками. Это кто? Кто по субботам и воскресеньям вкалывает? Трудно дать какое-то единственное определение трудоголизма, потому что мотивы, которые определяют трудоголизм, всегда разные. Единственное, о чем можно сказать, что, в принципе, мотивы любой активности связаны с нашими потребностями. Вот здесь надо исходить из того, какие же потребности у трудоголика. Понятно, что есть потребности экономического характера, финансового характера, когда человек вкалывает, потому что ему необходим ресурс для поддержания жизни, так скажем. Но, в принципе, если мы говорим именно о трудоголизме как таком феномене психологическом, то тогда можно сказать, что он компенсирует на самом деле то, чего нам недостает. То есть, вот, например, когда человек размышляет следующим образом, есть потребность иди, иди работай. Есть потребность в дружбе и в поддержке, иди на работу. Не хватает любви, иди на работу. Когда работа заменяет просто... Абсолютно точно. ...тепти пустоты, которые есть в жизни. Вот это нездоровый трудоголизм, правильно? Это нездоровый трудоголизм, и, в принципе, мы как можем понять, нездоровый у нас трудоголизм или здоровый? Нам достаточно четко дает понять наш организм. Я специально проводила такой небольшой опрос в группе, скажем, излечившихся трудоголиков, хотя бывших трудоголиков не бывает, а есть такая группа в Фейсбуке... Анонимных трудоголиков. Анонимных трудоголиков. Называется, как перестать добиваться и начать деградировать. Отлично. На самом деле, они хоть и называют себя деградантами, но это вот те такие трудоголики, которые там зашились, да, или находятся в стадии ремиссии. Поняли, что надо что-то менять. Да, поняли, что надо что-то менять. И фактически, конечно, они говорят о том, вот первый симптом, который они указывают, когда я спросила уважаемая группа, ну как же вот вы определили, что вы трудоголики, что пора спасаться? Первый симптом, как правило, называют эмоциональное выгорание и проблемы со здоровьем. То есть вот если вы чувствуете, что несмотря на то, что работа вам даже может быть нравится, ну большинство из нас любит свою работу, давайте будем честными, потому что надо быть совсем психически нездоровым человеком, чтобы ходить на нелюбимую работу. И плакать, по-другому. И если вы чувствуете проблемы со здоровьем, у кого-то начали отказывать руки и ноги, да, артриты и самые разнообразные там заболевания, головные боли. То есть вот первый симптом, на который указывают, как правило, трудоголики, это то, что они вдруг начинают испытывать проблемы вот со здоровьем психосоматического характера или иного какого-то характера. Ну и эмоциональное выгорание. Два таких фактора. Это очень яркие сигналы, кстати говоря, которые легко распознать. У меня опускаются руки, у меня нет сил. Потом, в принципе, трудоголизм, конечно, ни по какому МКБ-10 не определяется, как именно заболевание. Но фактически в ряде стран его считают, так скажем, пограничным каким-то состоянием, которое приводит к заболеванию. И, в принципе, даже американские психологи описали, Американская психологическая ассоциация определяет трудоголизм как такое сочетание определенных симптомов. И вот каждый из нас может эти симптомы у себя попытаться найти или исключить наоборот. Когда у нас есть внутреннее ощущение внешнего принуждения к работе. То есть я иду на работу не потому, что я хочу, не потому, что мне интересно, не потому, что я ее люблю. А вот есть какая-то ведомая или неведомая сила, вот этот вот экзистенциальный пендель, как мы говорим, или в принципе необходимость такая, которая вынуждает нас ходить на работу. А потом это постоянные мысли о работе в любое время. Вы пытаетесь заснуть, но думаете о завтрашнем рабочем дне, о той задаче, которая была не выполнена. Я думаю, что это часто достаточно симптом. То есть не можешь работу отпустить на время отдыха. Да, ты ее приносишь домой. В принципе, в идеале мы должны возвращаться и оставлять работу на работе. Но каждый из нас знает, что такое бывает крайне редко. А потом, причем ты эти мысли не можешь контролировать. То есть ты не можешь переключиться. Подумать о кошечке, пойти куда-то погулять в лес, то есть переключить работу. И когда работа идет в ущерб остальным сферам жизни. То есть когда ты понимаешь, что я не могу куда-то поехать, потому что у меня работа. Я не могу пойти погулять с детьми, потому что у меня работа. Я не могу себе что-то позволить, любое, да, потому что у меня работа. То есть вот диагноза трудоголизма нет, но описание вот этих вот симптомов, ну вот мы там, я думаю, дальше в разговоре с вами в беседе еще какие-то симптомы вспомним. И причем это описание очень сильно напоминает описание нехимических зависимостей. То есть, ну не зря, не зря трудоголизм, алкоголизм, да, они как-то похожи-то эти словечки. Ну, например, азартные игры. Ну или какие-то другие расстройства, привычек, расстройства, внушения. Ну то есть то, что мы не можем сами контролировать, даже если понимаем, что такая проблема существует. Но все-таки, Юлия Александровна, у меня ощущение с трудоголиками чуть-чуть другое. Я почему-то себя трудоголиком представляю человека, который очень любит свою работу, который идет туда совершенно не по принуждению, у которого горят глаза, который абсолютно искренне готов работать с 5 утра до 10-11 ночи, делать свою работу качественно, с удовольствием, отдаваться ей полностью и, как говорится, ничего особого взамен не требовать. Вот для меня вот такой образ, очень яркий образ трудоголика, когда человек с собственным настроем, не по принуждению на работу идет. Но ведь здесь тогда обратная сторона. Не может человек, когда у него горят глаза, он не может чаще всего выгореть от любимой работы. Вот тут что-то у меня совсем не сходится. Все-таки кто такой трудоголик, который идет ради того, что он идет, потому что вот он объяснить себе не может, почему он впахивает так много? Или трудоголик тот, который настолько фанатично предан любимому делу, что поделать с этим, увы, ничего не может и перед семьей только разводит руками и говорит, ребят, я вас всех очень люблю, но работу люблю больше. Ну, безусловно, бывают разные типы трудоголиков, разные психотипы трудоголиков. Ну, вообще, если попытаться их как-то классифицировать, то можем себе представить вот такую протяженную границу. На одном полюсе у нас зависимость, на другом полюсе у нас любовь. То есть фактически это та шкала, которую мы можем применить к любой активности, в принципе, к любому человеку, который нам близок, с которым нам хочется находиться вместе. Это всегда будет вот эта граница зависимости и любовь. Действительно, если... То есть к работе то же самое. Любовь к работе и зависимость от работы. Абсолютно то же самое. Если работа это основной источник удовольствия, основной, вот у меня, говорит, глаз только на работу. И, соответственно, я когда прихожу домой, вот как-то думаю, мне не так интересно, что-то не то. Это не те люди, с которыми мне интересно. Нам не о чем с ними поговорить. То фактически это зависимость. И действительно надо менять или окружение, или самого себя, лучше всего, безусловно. То есть вот когда основной источник удовольствия, это плохо. Как и любой человек. Если кто-то один в этом мире является для вас единственным источником удовольствия, смыслом всей жизни, то что-то в этом не так. На самом деле это зависимость. Ну и, конечно же, это любовь. И отличие это в чем, что любовь? Мы, когда работа источник удовольствия, ее отличает атмосфера вокруг тебя. То есть это, как правило, работа, которая наполняет тебе энергией, вдохновляет. Вот если мы говорим про эмоциональное выгорание, то на работе ты выгораешь. Это о трудоголизме плохом, так скажем. То есть есть трудоголизм плохой и хороший. Но опять же, только по степени активности человека на работе нельзя сказать, трудоголик он или нет. Потому что главная не активность, не сколько ты впахиваешь, а фактически тот результат. Вот маленький такой пример. Допустим, мы с вами выходим на улицу, дождь идет, и видим коллектив людей с лопатами, которые в дождь кладут асфальт. Им плохо. Это тяжелый очень труд. Плохо было потом всем остальным, кто ехал по этой дороге. Тяжелый этот труд. Безусловно. Они впахивают, на них льется дождь. Вот они трудоголики или нет? Трудоголики, наверное. Трудоголики. Либо они, либо их начальник. Трудоголик, который их заставил работать. А результата ноль. Соглашусь здесь с вами абсолютно. Асфальт уплывет с дождем вместе. Смысл этой работы никакой. У трудоголизма действительно должен быть смысл. Не зря вы упомянули это слово. То есть смысл – это очень важная составляющая, опять же, нашей жизни. И, конечно, есть определенные факторы трудоголизма. Вот, например, все мы знаем, что японцы, трудоголики, по большому счету. Они постоянно находятся. Они, когда начинают свой жизненный путь в одной какой-то организации, как правило, заканчивают. Еще и передают свою работу по наследству. Вот эта клановость. То есть есть факторы культурные, безусловно, которые определяют. Так принято в нашей культуре. Социальные факторы. Чем хорош трудоголизм, с одной стороны? Потому что он всегда социально оправданный. Ты всегда хорош. Трудоголик, с точки зрения масс-социума, это хороший человек, потому что он вкалывает, он постоянно работает. То есть у трудоголика есть постоянное социальное подкрепление. Иди на работу, ты хороший, работать правильно, работать важно, работать нужно. Даже если тебе платят копейки, то ты выполняешь социально одобряемую деятельность. То есть у тебя есть какая-то миссия. То есть вот это факторы социальные, культурные. Безусловно, есть психологические факторы, психофизиологические факторы. Ну, например, особенности нашей нервной системы. Понятно, что флегматик другой трудоголик, да, и меланхолик другой трудоголик по сравнению с тем же самым холериком. Да, и проявления их будут разные. То есть люди сильной нервной системы, у которых преобладает процессы возбуждения над торможением, ну, явно будут более предрасположены к трудоголизму. Смотрите, у нас же еще мир сейчас такой динамичный, и у нас все сейчас заточено на какую-то проектную деятельность, на какие-то дедлайны, сроки. Люди иногда волей-неволей становятся такими невольными трудоголиками, потому что сейчас темпы сумасшедшие, и вот, например, мне кажется, человек, который начинал трудовую деятельность давно, например, предпенсионного возраста, ему очень сложно сейчас адаптироваться, потому что быстро сроки сдача несколько дней на проект, тут надо просто быть трудоголиком изначально, и если ты не такой активный трудоголик, то вообще у тебя вряд ли что-то получится с современными направлениями работы. Вот как здесь быть? Засчитывать это за трудоголизм, или это просто вынужденные условия труда, которые нам диктует современный мир? Мир уже не такой, как был 20 лет назад. Опять же, существует ряд нюансов, ну, наверняка вы слышали в последнее время очень модный такой термин, достигаторство, да, достигатор, то есть вот вроде бы тот же самый трудоголик, но это заблуждение, что количество работы, количество труда, которое ты выполняешь, напрямую коррелирует с той же самой карьерой. То есть количество не равно качеству. Ты можешь вкалывать, но при этом не получая какого-то результата. Поэтому каждый человек должен для себя в определенный момент остановиться и понять, вот то, что я вкладываю в свой труд, то, что я вкладываю в свою работу, насколько это эквивалентно тому результату, который ты получаешь. Потому что в последнее время, кстати, попадается, по крайней мере, в социальных сетях все больше постов от таких профессионалов, трудоголиков, которые говорят, я на определенном этапе чувствовала, что я уже сломалась, что мне необходимо остановиться и соотнести вот действительно свою любовь к работе и полученную. То есть я согласен трудиться, честно трудиться, но при этом я анализировать начала, получаю ли я эквивалентную обратку, так скажем, от этой работы. То есть определенное, так скажем, в том числе там и уважение к себе должно присутствовать. Ну, если мы говорили о тех же самых вот этих культурологических каких-то факторов, то есть в культуре, знаете, определенный такой способ манипулирования людьми, который связан с культивированием в нас вины. То есть если у тебя что-то не получилось, виноват ты. Ну не работаешь же виновата на самом деле. Ты не справился. Веками, да, складываются вот эти социальные институты, функционируют. То есть возложение только на тебя вины или когда человек сам на себя накладывает вины, конечно, это приводит вот как раз и к этому эмоциональному выгоранию и к тому, что мы не разрешаем себе не работать. то есть вот действительно вот эта психологическая здесь уже больше, наверное, в устраивании системы рабочей. Здесь многое зависит от руководителя, как он выстраивает иерархию распределения ответственности в рамках там должностных полномочий и так далее. А трудоголики, они сами по себе это люди, я так понимаю, вот прям влюбленные в работу или действительно получающие от работы какие-то хорошие дополнительные бонусы. Ну, например, финансовые бонусы. Ведь не секрет, что у многих чем работа напрямую связана с оплатой и чем больше человек отработает, тем больше он получит вознаграждение. Это тоже для многих фактор проводить максимально много времени на работе. Плюс есть еще разные направления работы. Есть умственная у нас деятельность традиционная всегда она была, есть физическая деятельность. Давайте мы с вами вот эти два направления разберем, в каком направлении теоретически может быть больше трудоголиков тех, кто физически вкалывает, потому что возможности физически организма, мне кажется, они быстрее дадут о себе знать, чем умственные возможности. Или люди умственного труда больше страдают трудоголизмом, на ваш взгляд? Очень сложный вопрос, потому что мне кажется, такое, опять же, заблуждение, которое обыдывает, словами. Вы поняли, меня? Да, конечно, безусловно. Бухгалтеру проще круглые сутки сидеть за своим столом бухгалтерским и подсчеты вести? Или проще пахарю в поле с утра до ночи и после заката солнца под фонарем сажать огурцы, выращивать или картофель, выкапывать, складывать в ящики и все это делать до бесконечности без отдыха? У всего есть свой ресурс. Есть ресурс физический, ну и есть предрасположенность к физическому труду, безусловно. И на самом деле у нашего мозга, у нашей психики тоже есть ресурс. Заблуждение, вот о чем я хотела сказать, что есть такое заблуждение, что физически работать труднее. На самом деле наша психика настолько хрупкая, что поломаться от интеллектуального труда, психологически, психически сломаться от интеллектуального труда, ничуть не труднее, чем сломаться от физического труда. То есть я бы не делила, достигаторов, трудоголиков именно физического труда, интеллектуального труда. И та или иная работа, если ею действительно заниматься по любви, она имеет определенный ресурс, который тоже исчерпывается. И тут, вот как раз мы с вами собирались провести вот эту параллель между работой и отдыхом. Да, давайте к отдыху уже перейдем, потом все о труде. Да, на самом деле что такое отдых? Отдых это та же самая активность, только другого характера, чем та, которой ты занимаешься каждый день, да, постоянно. Поэтому человек, который занимается физическим трудом, отдохнет тогда, когда он приключится на труд более интеллектуальный, ну или, например, созерцательный. Созерцательный, да. Созерцание плодов своего труда. На самом деле это прекрасно. Вот, кстати, ну вот вы стали говорить относительно того, почему люди ходят на работу, да, что есть как бы мотивация такая финансовая. Ну вот известный и достаточно изучен такой в психологии момент, что поскольку мотивация бывает материальная и мотивация бывает нематериальная, и когда проводили исследования в разных сферах труда, то оказалось, что на самом деле для современного человека нематериальная мотивация является не менее, а то и более важной, чем мотивация материальная. то есть найти себя одобрение на работе. И вот, кстати, люди, которые выгорают, вот согласно, опять же, там, опросам, они говорят, что я стал активно выгорать и почувствовал, что вот эта точка невозврата, когда я понял, что на работе не оценивают тот вклад, который я вношу в свою деятельность. То есть вот первый шаг потерять сотрудника с горящими глазами, это перестать его ценить. Не столько, я говорю, там, опять же, материальный, потому что есть определенные ограничения, да, зарплатного фонда в том числе. Это очень правильно сказано сейчас. А есть действительно нематериальная мотивация просто похвалить, сказать, что ты хорош, я наблюдаю за твоей деятельностью, я вижу, что у тебя получается. Даже если что-то не получается, я понимаю причины, Без тебя система будет не такой слаженной. И опять же, есть люди с мотивацией достижения, а есть люди с мотивацией избегания неудач. То есть вот если ты по природе своей с детства живешь только в системе избегать неудач, это один тип трудоголизма, да. Если ты достигатор такой, который постоянно нужны были хорошие, высокие оценки, да, ставлю цель, не вижу препятствий, то понятно, что это трудоголик совсем другого характера. Смотрите, как мы с вами-то плавно пришли к какому выводу, как мне кажется, что трудоголизм это не такое страшное явление, которое может, на первый взгляд, нам показаться. Тут главное в трудоголизме вовремя понять, где система, как говорится, дает сбой. И если вот этот элемент устранить, то тогда трудоголизм не так уж и плох. В общем-то, ничего в нем такого, прямо уж совсем плохого нет. Да, конечно. Или я неправильно сделала вывод из беседы? Правильно, но, опять же, есть нюансы, как всегда. Ну, нюансы, естественно. То есть, трудоголизм по определению, в принципе. В семье, когда кто-то один все время находится на работе, мне кажется, естественно, этот брак, он больше может потерпеть фиаско, чем любой другой брак. А трудоголизм по определению это психологическое неблагополучие. Вот если ты ощущаешь, что ты на данный момент вот близок к этому психологическому неблагополучию, значит, надо остановиться и переоценить свой ресурс. То есть, сколько я вкладываю и сколько я получаю. Это, в принципе, достаточно такая простая схема. И, безусловно, есть определенные советы для людей, которые пытаются оценить для себя, вот это трудоголик или нет. То есть, в первую очередь, опять же, вот я говорю, оцениваем ресурс. То есть, я вкладываю в свою работу физически, материально в том числе, то есть, все мы для того, чтобы работать сейчас на дистанте, допустим, вынуждены платить за свет, покупать компьютеры, оплачивать интернет. То есть, вроде бы, ты тоже и финансово в том числе вкладываешься. В доле. Ищем баланс. То есть, баланс. А если я вложу чуть меньше или если я вложу чуть больше? Если я вложу чуть больше в сферу семей или я вложу чуть больше в сферу работы? Могу ли я найти вот этот баланс? Очень хороший способ спросить у остальных, как ты видишь меня? Очень часто человек сам не может оценить. Спросите у своих коллег, вот как они оценивают, степень вашего трудоголизма или у близких, спросите. То есть, возможно, вам кажется, что вы трудоголик и пашите, вот опять же, есть разница, сразу же скажу, между женским трудоголизмом и мужским трудоголизмом. Да, поскольку женщина еще трудоголик в семье очень часто и трудоголик на работе. чаще всего. И вот когда она чувствует себя, испытываешь вот этот трудоголизм на работе, возвращается домой и спрашивает у своих близких, ну, как бы, я же трудоголик, говорит, втану, ты сходила на работу, отдохни, вот давай теперь отдохни, займись делами дома. полбирай теперь. То есть, вот как бы обратная связь с окружающими тоже очень важна. Потом очень важно для себя понять какие-то альтернативы. Хорошо, я считаю, что я устал и выдохся. Какие у меня есть альтернативы? Ну, не ходить на работу, ну, соответственно, там снизится ресурс какой-то финансовый в том числе, или, возможно, найти какую-то другую работу, и, возможно, мой финансовый ресурс повысится. То есть, вот это видение альтернативы, это тоже очень важно. В любом случае, очень хорошо, что вот каждый, что есть такие советы, которые могут понять, насколько здоров твой трудоголизм. Если он здоров, то хорошо не дергайтесь, работайте, как работали. Если действительно есть какие-то нездоровые тенденции, нездоровые проявления, задавайте себе эти вопросы почаще, была не одна из сфер вашей жизни. Нельзя все на работу. Работа – это не единственный вариант прекрасной жизни любого человека. Спасибо вам большое, Юлия Александровна, за то, что пришли к нам в студию, но с времени уже эфирно завершается. Напомню, говорили сегодня о трудоголизме во Всемирный день трудоголиков, общались с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры социальной психологии Таврической академии КФУ Юлией Евдокимовой. Благодарю вас еще раз. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире Радио Спутник в Крыму.